Оно простирается более чем на 3 миллиона квадратных километров. В 10 раз больше площади Германии. Эти джунгли — дом опаснейших существ в мире. Как гигантских, так и мизерных. Чтобы выжить в самом разнообразном биоме планеты, его обитатели полагаются на навыки, грубую силу или особое оружие. Они — одни из самых быстрых, крупных и самых мощных животных на Земле. Опасная Африка Хотя этот экваториальный регион получает почти 12 часов солнечного света в день, под лесной полок проникает очень мало света. Идеально для хищника, желающего остаться незамеченным. В сердце Западной Африки обитает габонская гадюка. Ее окрас имитирует листовую подстилку. Это одна из самых ярких африканских змей. Красивая на расстоянии, смертельная вблизи. Ее треугольная голова таит клыки длиной более 4 сантиметров. Одни из самых длинных среди змей. Гадюка может оставаться неподвижной месяцами. Но сегодня она учуяла химический след слишком яркий, чтобы упускать. Человеческие поселения, распространяющиеся на дикие территории, ведут с собой свиту. Вредителей, крыс и мышей. Они весьма по вкусу габонской гадюки. Ее язык чувствует стереозапахи. Кончики улавливают даже мельчайшие различия в концентрации запаха. Что позволяет отслеживать движение добычи на больших расстояниях. Оказываясь вблизи, змея выпускает убийственный яд в огромных количествах. Благодаря огромным ядовитым железам, каждый укус гадюки производит второе по величине количество яда среди змей. Это смесь цито, нейро- и гемотоксичных химических веществ, предназначенных для разрушения тканей, поражения нервов и внутреннего кровотечения. Гадюка ожидает эффекта, следуя за обреченной крысой. Последний бросок. И крыса проглочена целиком. Африканские джунгли кишат убийцами всех форм и размеров, приспособленными охотиться в воде, небе и на деревьях. Любой может стать добычей. Обезьяны-колобусы ни на секунду не теряют бдительности. Опасность есть всегда. Иногда она исходит от дальних родственников. Колобусы делят джунгли с шимпанзе. Обычно их соседи тоже вегетарианцы. 97% времени шимпанзе питаются фруктами, листьями и другими растениями. Но время от времени им предлагается и мясная пища. В среднем шимпанзе едят мясо только 9 дней в году. Сегодня как раз такой день. А соседи-колобусы – одно из лаков. Шимпанзе умны и расчетливы. Обычно охотятся крупные самцы. Они – команда. Каждый знает свою роль. Одни ждут внизу, а другие забираются наверх, перекрывая отход колобуса. Колобусы невероятно проворны. Но шимпанзе перекрыли все пути отступления. Они убивают добычу, разрывая ее на куски. Дележ добычи стратегически важен. Так формируются связи с самками или потенциальными союзниками в любой будущей борьбе за власть. Многие получили недостаточно мяса. Несколько клещей и блох, пойманных на спине товарища, очень скудно. Колобусы бежали так далеко, как только могли, и на данный момент исключены из меню. Но обезьяны – не единственные жертвы шимпанзе. Большой отряд, подобный этому, всегда стремится расширить свою территорию. Группа самцов отправляется в обход. Шимпанзе используют сложные звуки для общения. Но, приближаясь к границе своей территории, они полностью замолкают, маршируя единым строем по лесной подстилке. Они уловили признаки, что рядом с ними другой отряд шимпанзе. Патруль превращается в охотничью группу. Медленно, незаметно, охотники переходят на соседский участок леса. Остановка, чтобы отследить запах других шимпанзе в листве. И вот они прямо у цели. Время скрытности истекает. Сигнал к атаки приводит к панике. Шимпанзе-охотники используют панику в своих интересах, пока их соседи в ужасе разбегаются. А если съесть убитого шимпанзе, драгоценный белок не пропадет зря. Смертоносные инстинкты шимпанзе проявляются лишь иногда. Но реки Габонских джунглей скрывают существо, которое выживает с способностью убивать. У тупорылого крокодила, острые как бритва зубы, которые растут на протяжении всей его жизни, и бронированная чешуя. И хоть длина его всего полметра, у него есть все необходимое, чтобы быть превосходным охотником. Приспособленные для жизни в воде, они все же одни из самых сухопутных видов крокодилов. Повсеместная угроза. Для обнаружения потенциальной добычи они располагают убийственной способностью. Область высокого разрешения, расположенная посередине сетчатки, дает им превосходную четкость по всему визуальному горизонту. Сверчок, выбившийся из сил, обречен. Сверчок, выбившийся из сил. Крокодилы адаптируют свой рацион к сезону, и по мере их роста растет и выбор добычи. В этих реках в меню часто присутствуют самы. Самы быстрые при необходимости. Чтобы поймать его, крокодилу нужна стратегия. И у мастера засад есть идеальный план. Специально адаптированный гемоглобин в его крови и медленный метаболизм означают, что он может задерживать дыхание более часа. Крокодил ждет, когда еда сама придет. Его челюсти устроены, как капкан с волосяным курком. Набив брюхо, он следует дальше. Другой водоем — другая жертва. Тупорылый крокодил — не единственный вид, который скрывается в этих глубоких темных реках. Это узкорылый крокодил. Эта четырехметровая рептилия господствует в Центральной и Западной Африке. Его визитная карточка и причина названия — длинные тонкие челюсти. Узкое рыло не просто для показухи. Оно сконструировано, как пинцет. Идеально для захвата любимой рыбной пищи крокодила. Во рту у него до 70 зубов, разрывающих мясо. Он проникает глубоко в норы и маленькие щели. Значит, добыча может убежать. Но не спрятаться. Как и большинство крокодилов, узкорылый обладает превосходным зрением, отличным обонянием и самым лучшим слухом среди всех рептилий. Для ловли рыбы у этого древнего хищника заготовлена хитрая тактика. Он плывет параллельно берегу реки, изгибая хвост и загоняя им рыбу на мелководье. КАПКАН РАСТАВЛЕН Для узкорылого крокодила терпение – ключ к успеху. Рыба находится именно там, где нужно. Загнанная на мелководье между камнем и твердым участком. Хищник похож на безобидное бревно. Настало время решающего удара, и узкие челюсти смыкаются с огромной силой. Приспособленные для хватания, а не жевания – они заглатывают рыбу с головы. Большинство лесов Африки ограничено бассейном реки Конго. Но далеко на северо-востоке, на полуострове Мадагаскар, джунгли не похожи ни на какие другие. Обитатели Мадагаскара, дрейфующие у берегов Африки и отделенные от материка десятки миллионов лет, не похожи ни на кого на земле. Лемуры проводят ночи, прижавшись и согревая друг друга. Но их не застать врасплох. Главный хищник этих джунглей на посту. Это – фоса. Ей одинаково комфортно как на земле, так и на деревьях. Ей позволяют спускаться с деревьев чрезвычайно гибкие голеностопные суставы. Фосы – грозные охотники. Почитание кошачьей силы со скоростью и ловкостью мангуста. Лемуры – особая лакомство. Некоторые из них могут быть почти такого же размера, как сама фоса. Семья лемуров вовремя замечает опасность. Вместо того, чтобы бежать, они не выпускают врага из виду. Фоса непривередлива в еде. И сегодня ее влечет другой запах. Она следует за манящим запахом грызуна сквозь подлесок. Отличные обоняния и слух фосы делают попытки крысы спрятаться тщетными. Быстрый укус в шею завершает дело. Правила просты. Выжить любой ценой и спать в полглаза. Ведь опасность повсюду. И часто она становится почти невидимой. На Мадагаскаре обитает около половины всех видов хамелеонов. Хотя 76 местных видов могут отличаться по размеру и форме, все они искусные убийцы. Богомол сосредоточен на своей еде, не замечая медленно подкрадывающейся опасности. Клешни богомола покрыты зубцами, идеальными для захвата. Острый клюв разрывает плоть своей добычи. Они настолько прожорливы, что расправляются даже с насекомыми крупнее себя. Но вскоре охотник станет добычей. Веки хамелеонов крепятся к глазному яблоку и образуют конус вокруг радужки и зрачка. Каждый глаз вращается независимо, обеспечивая обзор на 360 градусов. Цель появилась в поле зрения, и хамелеон наводится на нее, как ракета. Открытые глаза богомола даже не увидят приближающейся опасности, пока не станет поздно. Зык хамелеона выстреливает со скоростью более двух с половиной тысяч метров в секунду. Это все равно, что автомобиль разогнался бы с нуля до ста километров в час за сотую долю секунды. Этот гарпун с липкой присоской на конце длиннее, чем их собственное тело. Слюна хамелеона в 400 раз более вязкая, чем человеческая. Нужно лишь высунуть язык, и пища к нему прилипнет. Дождевые леса Камеруна одни из самых древних на Земле, а также самые отдаленные. В этих путаных зарослях обитает одно из самых легендарных существ Африки. Западная равнинная горилла. Мощная, умная и большая. Очень большая. В полный рост гориллы достигают более полутора метров. Эти молодые самцы на ранней стадии пубертата и шумно проверяют свою силу и мужественность. Удары в грудь, погони и шлепки по стволам деревьев – все это демонстрация физической силы. В самом расцвете они будут примерно в 8 раз мощнее человека-тяжелоатлета. Сила их укуса в два раза сильнее, чем у льва. Молодые гориллы проводят много времени, наблюдая за взрослыми или тренируют чувство равновесия и мускулатуру. Борьба – это веселая игра, но и урок на будущее. Смотрится мило, но по мере роста может стать смертельно. У самцов горилл доминирование определяется возрастом, размером и тактикой запугивания. Прежде чем молодые самцы достигнут зрелости, им придется покинуть группу. Они сформируют холостяцкие группы с другими самцами, борясь за первое спор. И лидером станет только один. КОНЕЦ Но, несмотря на огромную силу, гориллы – существа мирные. В основном. Глубоко в холмах национального парка Бвинди в Уганде жизнь горных горилл протекает большую часть времени спокойно. Они копошатся в путанице лиан в поисках фруктов и растений, которые питают их 200-килограммовые тела. Это один из самых крупных приматов. Каждый тесно сплоченный отряд возглавляет один доминирующий самец. Вот он – вожак. Огромными, мощными руками он может согнуть железный пруд. Он не просто сильнейший. Он принимает все решения в отряде, если речь идет о поиске лучших мест для кормления и сна, улаживает ссоры и берет на себя полную ответственность за безопасность отряда в этом холодном горном ландшафте. Его ставки максимально высоки. Он единственный в группе, кто спаривается с самками. И он – отец всех молодых горилл в отряде. если на его место придет другой самец, он, скорее всего, убьет все его потомство. Он будет защищать свою генетическую линию любой ценой, даже если ценой окажется собственная жизнь. Обычно он – добрый великан. Но при виде незваного гостя превращается в яростную громадину. отец, внутренний линия Если семья в безопасности, воцаряется покой. У лидера есть возможность стать одним из самых опасных существ в джунглях, но он использует свои навыки и силу только для защиты самого важного. В то время как гориллы осваивают все свои навыки выживания под руководством матери, отца и членов семьи, у змей все наоборот. Новорожденные черные кобры начинают жизнь с набором инстинктов и смертельным ядом. Они рождаются готовыми к убийству. Их мать не играет никакой роли в воспитании, и как только они появляются на свет, уползают в поисках своей первой пищи. Кобры вырастают почти до трех метров. Они самые крупные из африканских кобр. Но этим детенышам не нужно быть крупными для убийства. Они вооружены тем же нейротоксичным ядом, что и взрослые кобры. Жабы кажутся легкой добычей. Но они удивительно быстры, когда нужно. Почему я работаю в зоопарке? Просто люблю животных. Какой милый. Готовы? Только посмотрите. Молодец. Получается. У каждого животного здесь своя история. Он просто бесподобен. Умничка моя! Все будет хорошо. Новый сезон. Секреты зоопарка. Тампа. По понедельникам на National Geographic Wild. Зоопарк! Двести. Сколько? Двести серий Доктора Пола? Что может быть лучше? Прошло уже десять лет, а мне до сих пор не надоело. Зажигаем! Он раскачает любой зоотанцпол. Ну что, потанцуем? Он как голландский Джастин Бибер. И станет хедлайнером каждого стойла. Та-дам! Такое пропустить нельзя. Ну, когда-нибудь и надоест, наверное. Невероятный Доктор Пол. По понедельникам в десять вечера на National Geographic Wild. В отличие от медленной стратегии засады, применяемой гадюками, черно-белая кобра — проворная быстрая змея, активно преследующая свою добычу. Жаба может спрятаться, но не сможет бежать вечно. С ядом достаточно сильным, чтобы убить человека, у жабы нет шанса. В северных районах Замбии другой древний хищник подходит под определение самого опасного существа. Если оказаться в его меню, рост китоглава составляет почти полтора метра. Оледенящий душу взгляд делает его удивительно похожим на динозавра. Инстинкты убийцы заложены в нем с рождения. Он вылупился на несколько дней раньше своего брата и убил его еще в гнезде. Теперь он вырос и бродит по мелководию. Его пронзительный взгляд устремлен на поверхность воды в поисках любого признака движения. 25-сантиметровый клюв с массивным крючком вовсе не для красоты. Он работает как груз, когда приходит время удара. Протоптер не успел ничего понять. Он обезглавливает свою пищу и глотает целиком. Большинство змей в поисках жертвы полагаются на обоняние и на яд, чтобы убить. Но джунгли Центральной и Западной Африки домы для змей с иным набором навыков. Королевский питон. Он идет на запах обеда, пока след не обрывается у воды. Но это питон и не остановит. В основном он охотится на теплокровных. Если цель плеска, срабатывает шестое чувство. Благодаря ряду особых ямок под ноздрями, питон отслеживает добычу как ракета с тепловым датчиком. Неважно, куда бежит жертва, змея не отстанет. На деревьях она так же смертоносна, как и на земле. При длине всего в метр это самый маленький питон в Африке. Но мощные кольца способны держать его вес даже на самых хлипких ветках. Моргание человеческого глаза занимает около 100 миллисекунд. Питон быстрее. Он делает бросок на 15 сантиметров вперед всего за 70 миллисекунд. А вот и его цель. Королевскому питону не нужен яд. Ряд острых, как бритва, загнутых вовнутрь зубов, означает, что после укуса спасения нет. Невероятно гибкие сухожилия, мышцы и связки челюстей позволяют питону широко открыть пасть и проглотить награду целиком. Порция не очень большая, но относительно медленный метаболизм позволит забыть о поисках пищи на следующие 10 дней. В то время, как змеи неделями обходятся без пищи, гиганты африканских джунглей обладают соответствующим их пятитонной массе аппетитом. Хоть пищи и в изобилии, в листовой диете не хватает одного важного элемента – соли. На этой поляне решение проблемы. Здесь водоемы богаты минералами, соленые озера содержат важные добавки. Не только для слонов, но и для всех травоядных в джунглях. Бабуины – постоянные клиенты. Они впихивают в себя как можно больше, а затем возвращаются на деревья, чтобы отдохнуть с товарищами. Если животные собираются в группы, хищники обычно не дремлют. Стая знает это. И дозорные всегда на посту готовы бить тревогу. Но есть один хищник, мастерски владеющий маскировкой. Водоемы находятся на территории матери леопарда. Она один из главных африканских хищников и очень умелый охотник. С двумя растущими детенышами она всегда в поисках пищи. В безопасности логова она ждет своего часа. На мгновение стая отвлекается. В отличие от своих собратьев из саванны, леопарды в джунглях – дневные охотники, следящие за активностью своей жертвы. Средь белой дня избежать такого количества глаз нелегко. Если она сможет пробраться на дерево незамеченной, у нее есть шанс. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ее поздно заметили. Детеныш бабуина оказался в ловушке на верхних ветвях. Легкая добыча? Не так быстро. Недооценивать загнанного в угол бабуина – ошибка. С клыками длинными, как у льва, паникующий примат мгновенно становится опасным. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ей повезло убраться целой. В этих джунглях стоит помнить, что иногда добыча...